В рамках нацпроекта здравоохранения одно из приоритетных направлений – борьба с онкологическими заболеваниями. До 2024 года планируется снизить смертность россиян от злокачественных новообразований, организовать центры амбулаторной онкологической помощи, обновить оборудование диспансеров и больниц в регионах и обеспечить больных необходимыми медикаментами. О том, что уже сделано в Белгородской области в рамках проекта, как изменится качество и доступность онкологической помощи и профилактики онкологических заболеваний, спросим у специалиста. У нас в гостях Андрей Шаманов, главный врач областного онкологического диспансера. Здравствуйте. Добрый день. Андрей Валерьевич, по статистике, чаще раком болеют мужчины, чем женщины, а пик заболеваемости приходится на 65-69 лет. Какова ситуация на сегодняшний день в области? И давайте выделим самые распространенные виды онкологии. Вы абсолютно правы по поводу статистики. В нашей области находится на третьем месте в Центральном федеральном округе по заболеваемости. И одновременно мы тоже большинство пациентов, более 50%, диагностируем на первой-второй стадии. Это положительный момент. На первом месте среди причин заболеваемости у нас стоит рак кожи. У женщин на первом месте стоит рак молочной железы. У мужчин рак легкого и бронхов. Это объясняется полувозрастными особенностями. По данным Всемирной организации здравоохранения, на рак легких значительную роль оказывает табакокурение. Так как табакокурение повышает на 30% вероятность заболеть раком легких. А вы упомянули по поводу рака легких у мужчин. И женщин это тоже касается. И женщин тоже касается. Я думаю, что здесь стоит упомянуть тему курения и последствий именно от этого. Здесь не только то, что чаще встречается рак легких у курящих. Но и есть таргетные дорогостоящие препараты, которые действуют на конкретную опухолевую клетку, которые у курящих просто неэффективны. По выживаемости дольше 5 лет местная статистика у нас хуже среднероссийской. Означает ли это, что выявляем мы хорошо, а вот лечим? Ну, здесь у нас тоже есть положительная динамика. Благодаря применению современных высокотехнологичных лекарственных препаратов, это таргетные и иммунопрепараты, у нас 5-летняя выживаемость с каждым годом увеличивается. И можем надеяться, что мы полностью войдем в показатели НАСПроекта. В этом году в рамках НАСПроекта в регионе будет создано 3 центра амбулаторно-онкологической помощи в Белгороде и в Старом Осколе. Их оборудование уже началось, идут подготовительные работы, и у нас есть сюжет. Давайте посмотрим. Это один из 8 центров амбулаторной онкопомощи, который до 2024 года откроют в регионе по проекту борьба с онкологическими заболеваниями. Три заработают уже в этом году. В Старом Осколе и на базе 4-й и 6-й Белгородских поликлиник. Последний только завершили капремонт. Под онкоцентр выделили крыло одного из этажей. Лифт и санузел рядом, чтобы пациенты меньше пересекались с общими потоками. Их иммунитет ослаблен и без того. Манипуляционные пока пустые, но скоро здесь появится специальное оборудование. Именно эти помещения будут оснащены ламинарными камерами, которые необходимы для качественного проведения химиотерапевтического лечения. Это устройство, которое позволяет выфильтровывать продукты, связанные с химиотерапевтическим лечением. А здесь палаты дневного стационара, где некоторые пациенты могут пройти малотоксичную химиотерапию. Расчёт на 18 человек в сутки. Рядом кабинеты четырёх специалистов-онкологов. Все прошли дополнительную подготовку. Этажом выше диагностический блок. Здесь оборудование для обследования уже установлено. Главная задача – приблизить онкологическую помощь нуждающимся в ней людям и сделать её более качественной. Будет происходить отбор на уровне семейного врача. При малейшем подозрении он будет направлен в центр амбулаторной помощи. Здесь он получит диагностически необходимые исследования и выйдет с готовым диагнозом. Для этого проведено и оснащение. Для этого и закуплено оборудование. Это аппараты УЗИ. Оснащены рентген, флюорографические, маммографические комплексы. Всё это позволит оказать единый блок услуг от момента входа до полного завершения цикла. В онкоцентре шестой поликлиники ремонтные работы завершены полностью. Осталось доукомплектовать оборудованием, которое сейчас проходит торги. И обещают, что уже в октябре всё будет готово к работе. А это старый оскол. Под амбулаторный онкоцентр здесь отдали целый корпус. Пока он на ремонте. Но ожидание стоит результата. Всё будет размещено компактно. Сейчас мы все рассредоточены. И чтобы человеку получить помощь, ему приходится в одно место записаться, в другое место ждать, в третье место ждать. А вот когда вот эта структура, онкологический центр амбулаторный, она будет создана, организована, прописаны маршруты, сроки и так далее, тогда человеку всё это будет быстро и легко пройти. В центре к 21-му году будут принимать 11 онкологов. Половина начнёт работать уже в этом году на базе первой городской поликлиники. Эндоскопия, томография, рентген, мамография, гистология. Лаборатория и диагностические кабинеты рядом с кабинетами врачей. Скоро откроется дневной стационар для пациентов на химиотерапии. Сейчас идёт оформление лицензии. Параллельно решают вопрос с кадрами. На этой неделе в штат принимают двух онкологов из Воронежа. Предстоит найти ещё шесть. У нас ещё очень много работы организационной. Мы только в начале пути. Мы только говорим о своих намерениях, что мы хотим это сделать. И мы говорим, что так должно быть. И мы будем к этому стремиться и прилагать все силы и усилия. Когда всё заработает, больным больше не придётся ездить по несколько раз в областной онкодиспансер. Туда будут отправлять только в сложных случаях, где силами амбулаторного центра не справятся. Наталья Войтенко, Наталья Макурина. Такой день на Мире Белогорья. Андрей Валерьевич, для кого будут работать такие центры? И в чём их польза для пациента? Польза, во-первых, в том, что здесь можно будет своевременно, в короткие сроки провести дообследование и выставить диагноз. И в этих же центрах будет возможность провести малотоксичную химиотерапию, приблизив таким способом её к месту жительства пациента. Но центры будут не самостоятельно работать, а в тесной кооперации с онкодиспансером. У нас имеется возможность обсудить пациента по видеоконференцсвязи, что-то уточнить при необходимости забрать пациента на себя. Задача по нацпроекту к 2024 году такова увеличить раннюю выявляемость с 59% до 63%, повысить пятилетнюю выживаемость с 50% до 60% и снизить одногодичную летальность с 20% до 17%. Как этого можно достичь и за счёт чего? Но в первую очередь здесь этого можно достичь только в тесной связи с семейными врачами. Потому что первый врач, с кем контактирует пациент, это семейный врач, который должен посмотреть на пациента, заподозрить, направить своевременно на дообследование. Это первый момент. По поводу пятилетней выживаемости. Сейчас к нам приходят современные противоопухолевые лекарственные препараты, как таргетные, которые действуют на конкретную опухолевую клетку. Так и что самое важное на сегодняшний день, это иммунопрепараты современные, которые позволяют восстановить нормальный иммунный ответ организма на опухолевую клетку. То есть заставить организм самому бороться с опухолью. Цели поставлены амбициозной, но я считаю, они достижимы. Какое новое оборудование ждёте и когда, и что изменится с его получением? Уже в этом году у нас будет поставлено в октябре-ноябре три единицы тяжёлого так называемого оборудования. Это линейный ускоритель с встроенным поглотителем электронного пучка, который позволяет минимизировать риски осложнений. Вдобавок позволяет ювелирно проводить облучение опухоли с минимальным повреждением окружающих тканей. Это 64-спиральный компьютерный томограф с системой планирования, который будет работать в паре с линейным ускорителем и готовить больных к облучению. И это аппарат брахиотерапии современной, который позволяет лечить опухоли женской половой сферы, опухоли предстательной железы и опухоли дна полости рта. Всё это оборудование уже разыграно, помещение под него готовится и будет поставлено до конца ноября. Ну и всем ли будет доступна эта помощь бесплатно? Я думаю, вопрос, который многих интересует. Мы работаем в системе ОМС. Все граждане, имеющие полис обязательного медицинского страхования, получают это лечение в рамках государственной гарантии обязательного медицинского страхования. То есть пациенту это бесплатно. Спасибо, Андрей Валерьевич, за очень плодотворное общение. Спасибо. Спасибо.